алло да да вот катались в тур по ножевикам до краснодара доехали что бензин закончился бабок нет вообще вот тут хоть вроде ребята рядом живут знакомые тоже по выставкам сейчас вот может к ним зайду хоть пожрать дадут ребята вообще отлично сейчас посмотрим о ребята привет история блин вообще катались снимали по всей стране сейчас вообще ехали из кизляра но денег ни копья не осталось бензин закончился где-то в районе кореновска сумасы и вот блин знал что вы где-то здесь я не нашел но молодец ребят выручайте может хоть пожрать что есть мешать самим жрать нечего не видел карантин работы нет денег нет учу я не знаю не знаю знаете друзья у меня голодный ум рождает отличные рецепты да вы же топорами занимаетесь ну да такого паров полно вот может с аппарата и сварим ну да ну если есть вариант то давай хотим и поедем пойдем мы с тобой пока вы поделимся пошли совсем ничего нет ничего поехали давай я предлагаю начинаем рубить дрова разводим огонь а потом уже все в процессе что скажешь все навалим что будет под рукой поехали 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 слушай не вот я смотрю на борта какой он красивый такими же обычно не работает не жалко тебя ну а говорят царь то не настоящий да да частой частый вопрос у нас на выставках в интернете я предлагаю тебе братишка взять да и самим порубить чтобы не было вопросов да я пока пособираю да я слушаю уже стольким успел позаниматься когда мы катаемся я и шашку ковал здорово и руду добывал блин шашка голова еще не рубил шашку ковать говорят очень тяжелый очень ну вручную туда там молодцы к гидравлической более но тяжело поймать у меня были хорошие учителя круто и потом за мной передел все круто круто главное руки забери вон вон сзади бери чё хочешь руби чё хочешь руби мы тут заготовили как они же это бутафория специально что типа топор из фольги от пластилины фольга то тоже пригодится в духовку закидывали мая картошечку за вода да не на самом деле без приятные топора мне нравится но вот здесь вот он хорошо если не косячить как я но он не только красиво выглядит но и рубит вот этот мне нравится знаешь это такая мне спонтанно короче рукоятка в основном у них 50 сантиметров мы делаем да давай благодарствие рабочую да слушай кстати по названием мне и самому интересно ну в принципе ясность внести надо бы чему у нас на у тебя есть и дух предков и секира родослава круто но как я понял все это объединяется славянской мастерской сейчас говорится коллаборация я все это все твои почему все-таки благодарствия почему благодарны уже где уже десять лет наверно прошло у нас еще не был 8 еще не родился первый ребенок я начал вырезать по дереву и вот тогда вот пришло осознание что надо нож хочется делать творить своими руками мне всегда была к этому склонность да и я назвал группу в контакте благодарствия почему благодарствия потому что ну на нынешний лад как это говорится и расшифровывается до благодарить то есть мне это в принципе нравится хорошие слова то что ты даришь что-то людям что им приятно то есть но это круто я считаю да да и добро да когда уже мы начали у нас сначала все освоивалась на резьбе именно по культуре по традиции до славянской направленности потом у нас такая уже тоже группа общая мастеров к нам примкнули разные мастера со всех городов и у нас в группе стала не только быть резьба по дереву и ювелирные украшения и традиционная одежда да да но это вот наверное если было брать нашу группу да это вот прям с группы можно прям наш какой-то духовный путь найти в традиции не найти отследить духовный путь в традиции к чему мы сейчас пришли потому что здесь тоже немножко много всяких да 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 разногласий и потом уже начали и пришло как-то осознание мне захотелось сделать топоры потому что кузнечное ремесло очень было кузнечное ремесло на руси тоже очень было развито да многие мне нравились всегда археологические находки то есть топоров хоть их и немного но некрасивые да много на самом деле украшений больше найдено но это же металл и я начал совмещать металл и резьба до рукоятки я стал украшать резьбой металл я начал тоже украшать украшать непосредственно химическим травлением до рисунки и основная часть вот вот так и родилась секира родослав мне интересно я думаю нашим зрителям тоже будет интересно как же они делают ведь ты приезжаешь на выставку и человек все что видит это тебя и готовый топор и никто не знает на самом деле какой труд ой чего с чего начать с чего начать уже немножко когда имя появилось начали нас узнавать понятно что мои двоих рук уже на все не хватает и самое тяжелое что это это найти нормальных ребят и нормальных себе людей да вот второе какое-то опорное плечо которому можно довериться и фу-фу-фу я очень рад у меня вот сейчас работает парень два парня работают и на постоянке здесь со мной которым я и правда могу довериться мои блин когда я уезжаю на выставки те же да и можно не переживать что производство встанет потому что уезжая на выставки теряя время также ты что-то продаешь там и если приезжать выставок потому что многие люди хотят быстро получить изделие если ты ему изделия будешь задерживать большим сроком ты просто потеряешь своего клиента здесь надо понимать чтобы ничего не нарушалась и шел процесс рабочий шел рабочий процесс на время отсутствия этого процесса должна идти работа и вот в принципе работа идет это вот одна из новых моих моделей еще не знаю как его зову но будет это тоже в скандинавской направленности изделия до 65 г у нас голова достаточно так весомая даже весенью он 270 до рукоятка из бука самое удобное дерево для резьбы из твердых пород деревьев потому что хорошо режется это это первая модель вот что вы видите это вообще модель который мы еще даже и не запускали не делали среднем рукоятка режется у нас около одного дня до около одного дня вырезается только рукоятка но в зависимости от сложности рисунка вот это вот ручная резьба идет по ясеню мы вырезали тоже с моим как бы сказать напарником это я решил первое попробовать первые модели непосредственно ясень с ручной резьбой это буквально первые модельки больше таких не было и не делали мы еще хотелось посмотреть такие тестовые до модели звериные стили сделать лось я кабан и медведь вроде бы еще был топора не бывает без металла металла без металла да да любой топор начинается с металла голову металла мы берем в основном знаешь к 65 г это такая топорная классика которая на самом деле можно брать разные металлы но я думаю 65 г это вот именно то что надо соотношение цены и качества до башку металла мы берем 65 г зона закалка у нас идет где-то 55 единиц ты знаешь начали колить хотел я делать 55 50 где-то 50 55 58 единиц пытался что-то делать я побольше и у меня были случаи когда открашивался металл прям отваливался я понял что блин это не то почему потому почему хотелось сделать больше твердость чтобы держала заточку побольше да потому что мы тоже понимаем что у нас топор это не нож и если мы подведем топор так чтобы он резал как нож у нас был как нож функции рубки он будет не ту соблюдать которая должна быть до открашиваться до начнет открашиваться будет замены и тому подобное до основную часть рукояток на которые я стараюсь вырезать вырезать делать резьбу вручную это я беру мы берем в основном береза потому что береза береза жестко ты давая еще береза старый дедовский каждого пара ты говори что мы вот это дело кидаем сразу и да да давай давай ух подготовим бульон если вы заметили береза всегда китов холодные времена редко редко береза ломается на изгиб многие деревья ломаются а береза имеет гну как-то сказать такую динамику очень хорошую когда гнется и октоберфес да и этот хороший вариант то что при ударе при ударе береза гасит гасит колебания и в руку не отдает но в принципе также я использую ясень из твердой породы за счет наверное своей волокнистости и не такой очень твердости она тоже достаточно хорошая в работе все изделия рукоятку мы обрабатываем маслами ну вот одна из важных операций которые мы относимся довольно тщательно это вскрытие рукояток маслом все изделия мы вскрываем натуральными маслами не лаками потому что масло дает очень хороший эффект она пропитывается дерево за счет этого становится тверже так как масло впитывается очень хорошо во все поры да и здесь да масло потом у нас высыхает и эффект эффект как лаком да ты смотришь маслом масло как краска вскрыто не прилипается не прилипает к руке и достаточно долговечная получается очень довольно таки надежно все это выглядит с пропиткой такой можно сказать стабилизацию она проходит до хорошую стабилизацию и дает хорошую твердость и да и блин хочется да что твое изделие жила долго потому что топор не нож топор закинул в багажник охотник его закинул он всегда с ним проходит как говорится огонь и воду да ну естественно и хочется чтобы рукоятка жила долго металл то ладно если чего немного поржавеет можно тоже его зачистить там шкурочка и все уйдет и металл я тоже советую всем разницы нету какой всегда ухаживайте за металлами потому что те же какие-то серебряные золотые украшения вы же их всегда чистите и многие думают а железяка купил топор не надо там его с ним ничего делать по сам он сам он будет чиститься нет ребята хотите чтобы была долговечность хорошая ухаживайте тоже за своими изделиями и желаю тоже советую у меня есть памятка везде чтобы изделие всегда было в масляной пропитки это можно даже кусок сала взять обмазать и все в берете сало где она здесь сало мажете и все и и вот уже у вас какая-то корка это я имею ввиду от охотники да они же разделывают тушу или еще там ну или еще что-то рыболовы там себе под закусочку всегда сальцо берут обмазал все и забыл то есть ну и и проблем не будет и твой металл проживет нормально и коррозия не не будет поедать металл мишка в резьбе здесь у нас с тобой оба топора с резьбой по ручке нет эти или эти без резьбы эти у меня это это гравировка но да многие знают что наши топоры да это резные топоры резьба резьба уже как бы меня тоже человек в команде со мной с кем я режу я уже наверное почти не режу потому что у меня времени уже не хватает много дел уходит на снабженческие какие-то дела да уже более на руководящие есть уже ребята у меня которые работают со мной и режут не ну по своей на своем опыте скажу что резьба бывает разная и тяжелая да бывает элементов много бывает элементов больше среднем уходит наверное где-то день день да это просто без обработки без ничего но если брать твердую породу дерева вот ясень который у нас новые модельки там выходит побольше может уйти и до трех дней работая за разговорчиком хорошо идет готовка по моему нормально мужики повара лично не забыли случайно разве она не сама там появляется в кастрюле но она мешали бери топор помешая ли покажи что там вообще про это закинули что мешать то будем по тушить отлично мне кажется хорошо зашла да еще помешать наверно надо было поменьше топорик взять он лучше ходит целую душевное варево у нас это мы топором помешали а топора в кашу не добавили это специально тебя для каши топори цены да даже не могу найти этот это старый советский топорик то что надо то что надо до советской закалкой закидывая мишами опа вот теперь настоящая каша будет до вперед лучше закинуть туда вот это будет варева друзья настоящая каша поужинаем да покормим вас такой покормим что еще хочется сказать хочется пожелать вам дальше творческого развития если естественно хочется знать есть у вас какие-то планы на возможно развитие мастерской возможно какое-то изменение подхода к отношению топору к вашим у нас была именно славянская тема на ней мы выросли и сформировались а потом поняли что какую большую проблему людей мы решаем как вы думаете какую дрова порубить в лес сходить и придумать отличный подарок да правильно потому что бедные вот казалось бы удивительно основной клиент на наши топоры это кто женщины серьезно серьезно потому что они покупают подарок своему любимому мужчине бедная женщина уже и на двадцать третье и на новый год и на день рождения должна голову все выломать и подумать что же ему привереги подарить чтобы понравилось так что да сейчас мы уже думаем не только про именно славянскую тематику потому что все-таки многие люди не понимают символики да и мы уже какие-то более общие такие темы берем просто красивая картина нет но все-таки смысл например это медведь медведь он понятен каждому медведя все любят это вот символ нашего мужика который долго спит зато потом встал и все разбежались еще какие то вот стараемся вот в этом направлении двигаться развиваться и чего-то да мы хотя многим не знаешь знакомы говорят типа топоры это же блин ну они емкие можно за такую цену как вот ты продаешь топоры есть и ножи продают зато ножик ты взял от маленькие закинул представь говорит перевозить один топор можно вместо одного топора там 5-6 ножей перевозить да и делай мне кажется на такое заявление у тебя есть вот такой вот аргумент да 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 куриц аргументу такой и в плане того подружки подходницы подарила мы такой топор подарили она просто счастлива да я уже он же я с ним сходила просто офигенно вкусно ребят ехать нам уже пора на самом деле да а каши не доварилась ну чё чё попозже доварю бываете ребят обо брата ты чё так ингредиент и каш а